Диагноз двусторонняя катаракта Юрия Иванова поставили в конце. Недавно мужчина перенёс операцию на правом глазе. Результатом доволен. Отлично вижу. Значительно резкий скачок в качестве зрения. Катаракта делает мир таким темным. И очень неуютно было в нём жить. Увидеть мир в ярких красках помогли современные технологии. Операцию провели с помощью нового микроскопа. Этот аппарат видит то, что не удавалось увидеть его предшественникам. Раньше у нас был микроскоп тоже японский. Там разрешающая способность гораздо хуже, чем на этом. Иногда там, как говорится, приходилось делать операции местами на ощупь. Видишь всё, что хочешь видеть. Поэтому операция делается гораздо проще и качественнее. Проще стала работа и кардиологов. Сосудистый центр Люберецкой областной больницы получил универсальный ультразвуковой аппарат. С его помощью врач может делать эхокардиологические исследования в нескольких режимах. Представляется возможность проводить ультразвуковое обследование не только органов грудной клетки, в частности сердца, но и брюшной полости. Но кроме того, появилась возможность проводить так называемое через пищеводное эхокардиографическое исследование, необходимое при радие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для Люберецкой областной больницы 2019 год оказался урожайным на новую технику. По программе развития здравоохранения Подмосковья оборудование медучреждений обновилось на 20 миллионов рублей. Мы заявляли как учреждение в Министерство здравоохранения те виды оборудования, которые поддержали бы на достойном уровне, на современном уровне хирургические технологии. Это касается как и урологии, так и эндоскопической хирургии. Для стационарных подразделений уже введен в эксплуатацию колоноскоп для исследований желудочно-кишечного тракта. До конца этого года арсенал больницы поликлиник округа пополнится еще 41 единицей медицинского оборудования. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...